Рабочие места сохранены. Кроме того, ожидается повышение заработной платы, заявил в ходе брифинга глава МВД Валерий Газаев. Договоренность по этим вопросам была достигнута во время встречи с заместителем министра внутренних дел России Игорем Зубовым. Перерасчеты повышения заработной платы произведут с 1 января. Надбавка составит порядка 5000 рублей в зависимости от занимаемой должности. Что касается самого соглашения, фактически произошла пролонгация того соглашения и оно протлевается на ближайшие три года. То есть в ближайшие три года соглашения по министерству внутренних дел не будет и одновременно будет повышение заработной платы. Если средний уровень заработной платы на конец 2022 года по министерству внутренних дел составлял 42 тысячи рублей, средняя заработная плата, то сейчас она поднимется где-то до 47 тысяч рублей. Мы приняли принципиальное решение, что повышение заработной платы не коснется высшего руководства от министерства внутренних дел. Это для нас было принципиальным моментом. Это касается меня и моих заместителей. Российская сторона оказывает помощь и в повышении материально-технического обеспечения. В декабре текущего года автопарк МВД пополнился новыми машинами. Всего было передано 37 единиц служебного автотранспорта. Эта акция как нельзя лучше характеризует внимание к потребностям МВД, отметил Валерий Газаев. Сопоставлять нормативные положения и так далее, оно где-то удовлетворено на 95%. Что касается проекта «Безопасный город», работа продолжается и в скором времени программа будет функционировать в полном объёме. «Есть опять-таки проблемы финансового характера, потому что нам необходимо лицензионное программное обеспечение, которое всё это будет видать в автоматическом режиме. И уже не будет такой нагрузки на лишний состав, на сотрудники, они будут с этим справляться». Рассказал глава ведомства и о нововведениях по новой системе. Например, работают патрульно-постовые службы по Цхимвалу. «Перевели одно из подразделений, одну роту в операцию по чине города Цхимвал и по настоящей раме. Я так думаю, что вы не дадите соврать определённые позитивные результаты. Оно даёт как бы». В целях усовершенствования деятельности органов внутренних дел МВД планирует внедрить систему управления базами данных. Речь идёт о хранении и обработке информации. В частности, с помощью системы будут работать подразделения МВД. «Предоставляющие госуслуги гражданам ГИБДД, управления миграцией и паспортно-визовая служба, отдел лицензирования». «Это фактически попытка пойти в ногу со временем. Мы все базы данных, которые ведутся в МВД, и по ранее судимые, и паспортном столе, и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто их, по большому счёту, вы правильно сказали, это просто система управления базами данных. Мы переводим их на цифру. И в дальнейшем, конечно, моё видение продукта – это всё отразится на качестве и сроках предоставляемых услуг». Прокомментировал глава МВД переход на усиленный режим несения службы. Решение было принято на оперативном совещании Совета безопасности, созванном по поручению главы государства Алана Гоглоева. «Никакой такой острой или такой критической опасной ситуации нет. Это фактически превентивная мера. Мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию на сопредельных территориях, на приграничных территориях, во избежание возможных каких-то коллизиков». В ходе брифинга обсуждались и другие вопросы касательно работы МВД. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Ида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok